Смотри, Анфис, сейчас мне выпадет «Орел» и я буду богатым. Вертолеты, отели, машины, яхты – все мое. Размечтался. Я вообще-то смотрела программу. И я знаю, что может выпасть «Решка». А значит, премиальная карта Мастеркард моя и все ее возможности мне. Да, Антош, красиво тратить я умею. Так что давай, подбрасывай монетку и полетели. Да это не «Решка», это орлица какая-то. Йолари, 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 Йолари. Слушай, эти твои осенние обострения… Йолари, Йолари, Йолари. Всем привет, это «Орел и решка» и чудеса света. И мы в Австрии. Тут альпийский воздух, альпийские травы, альпийские луга, альпийские поляна, альпийские шоколад, альпийские коровы, альпийские виды. Мне кажется, тема «Альпы» недостаточно раскрыта. Продолжай наши 7 дней на передаче. Давай подкинем монетку и узнаем все-таки, кто из нас будет наслаждаться отдыхать альпийский воздух. А кто снимет альпийские сливки помимо операторов? Ну давай, орел. Орел. Орешка. Не подведи. Чтоб тебе эти сливки поперек горла встали. Ой, ой, ой. Ты шамалишь? Ты вдыхай, вдыхай. Я вдыхаю, я дышу. Вдыхай воздух, ты бесплатный пока. Это единственное, что тебе светит. Ой, вдыхай, вдыхай, вдыхай. Ой, поправилась? Я, конечно, сетую, но не очень, потому что альпийский воздух все-таки бесплатный. Буду им наслаждаться. Альпы – самое величественное и самое свежее чудо света. Пики Альп пронзают небо половины Европы. Французские Альпы известны своей высотой и развлечениями. Итальянские Альпы своей красотой. Швейцарские Альпы своей роскошью. А австрийские Альпы объединили в себе все чудеса Альп. Народ, алярм, алярм. У меня всего два дня в Австрии, а хочется увидеть все и воплотить все свои мечты путешественника. Поэтому я заказал себе личного волшебника. Гуден дак, Антон Зайченко. Не рычайте на меня. Давайте еще попробуем. Вот это уже ближе. Ну таки давайте все-таки по-русски. Добро пожаловать. Ну вот сразу бы так. Спасибо. Волшебство Вальтера не в знании всех языков мира. Вальтер – это персональный джинн, который поможет исполнить любое, абсолютно любое желание богача. Правда, за свои волшебные силы Вальтер берет вполне реальные полторы тысячи евро в сутки. У меня есть запрос. У меня очень мало времени, а хочется найти местного, который покажет мне все красоты австрийских Альп и при этом сделает это быстро. Ну таки нет проблем. По щелчку пальцев Вальтер исполнил мое желание и познакомил с самым быстрым и мощным местным жителем. С немецким спорткаром Порше Carrera GTS. Ну, несмотря на то, что Порше – это немецкий автомобиль, Фердинанд Порше был родом из Австро-Венгрии. Думаешь, это тоже какая-то часть все-таки Австрии. Ух, какой цвет. Чтобы увидеть австрийские Альпы, мы прилетели в город из самого их подножья – в Зальцбург. Ну вот, пожалуйста, миниатюра Антон Зайцев всеми силами цепляется за богатую жизнь. А я, как опытный турист, знаю, что в аэропорту обменника нет, поэтому у меня уже на руках, точнее на ногах, 83 евро. Мы еще дома с Антоном обменяли 100 долларов на евро. А достались они по воле монетки мне. Потеряла! Вот, нашла. В дорогущей Австрии бюджетному туристу нужно беречь каждый евроцент. Ну, чтобы вы понимали, моих 83 евро обычному австрийцу едва хватит скупиться в супермаркете продуктами на ужин. Экскюзми, I want to know the price for taxi to the center of Zaltzburg. To the center of Zaltzburg it's 50 евро. 50 евро. Great price. Но не переживайте, в аэропорту Зальцбурга есть вариант и для простых смертных. Автобус. И вот, собственно, автомат, который продает билеты. Можно купить разовый билет, который действует один час и стоит… 2,10. В принципе, цена нормальная. Я могу себе это позволить. Но это же я. Поэтому я поеду Антоном. Поеду Антоном – это значит поеду Зайцем. Я вынуждена так поступить, чтобы мне хватило денег на альпийские развлечения. Надеюсь, все пройдет гладко. Еду Антоном. Контролер. Ты меня называла. Ну, поехали. Знакомство с австрийскими Альпами начинается уже при выезде с аэропорта. Знаете, вот эта поездка – это настоящий отдых для глаз. Вокруг только горы и бесконечные зеленые пейзажи. Никаких тебе билбордов на пути. Этих плакатов с депутатами. Фридрих придет, порядок наведет. Можно просто бесконечно любоваться и крутить голову на 360 градусов. Австрийцы прекрасно понимают, как им подфартило жить в такой красоте. Поглазить на которую приезжают миллионы туристов. Поэтому австрийцы всячески холят и лелеют свои австрийские пейзажи. Не застраивают новостройками и торговыми центрами, не мусорят и строят первоклассные трассы. Но есть нюанс. Любишь кататься по альпийским дорожкам, люби и денежки платить. Большинство дорог в австрийских Альпах платные. Но вот смотрите, чтобы проехать дальше на легковой машине, придется заплатить 37 евро. А на мотоцикле – 27 евро. Еще австрийцы ввели систему нехилых штрафов. Если проедешь зайцем по платной трассе – штраф 120 евро. Выкинешь мусор из окна – штраф 100 евро. Превысишь скорость – штраф 300 евро. Австрийцам посвящается. Это Альпы и Луга – это все твоя страна. Вон счастливый мужичок, а в кармашке кошелек. Он на пенсию свою купит целую страну. В чем секрет? Поверь, о боги, каждый платит здесь налоги. Государство же в ответ помогает жить без бед. Вот такая вот она – твоя светлая страна. За безбилетный проезд в Австрии тоже штрафуют. На 85 евро. Ох, как же не хочется распрощаться со всеми деньгами в первые 10 минут уикенда. Хорошо, что мы уже приехали в город. Я в Зальцбурге. И за бесплатно. Но повторять не рекомендую, потому что было нервно. Я постоянно сидела на каждой остановке и думала контролер, не контролер. Не наслаждалась красотой. Так что лучше было заплатить. Но все, я доехала. Ура. Вальтер! Здравствуйте. Как вам дорога? Отлично. Поменяемся? Раз в Австрии все так строго с законами, я решил пересесть на пассажирское место и доверить свое путешествие гиду. Еще один способ красиво умереть. Но зато умрете в самом красивом месте Австрии. Дорода Гроссглок на протяженности 38 километров. Наслаждайтесь прекрасным путем. Благодарю. Прямо сейчас мы с Вальтером мчим по самой живописной дороге Австрийских Альп. Высокогорной дороге Гроссглокнер. Каждый километр Майякарта беднеет на 1 евро. Но эта дорога стоит своих денег. Здесь на каждом повороте ловишь челюсть. 40 километров чистого наслаждения и восторга. Гроссглокнер извивается вдоль альпийских лугов, горных водопадов, и подводит к смотровым с головокружительными видами на Альпы. Конкурс красоты среди белокурых красоток. Но самое длинноногое прячется вон там, Гроссглокнер, самая высокая гора Австрии. Белоснежный пик Гроссглокнер пронзает облака на высоте 3800 метров. Это какое-то гипнотическое зрелище. Фантастика. Не хотел раскрывать все карты, но буду честным. Если б не моя премиальная карта Мастеркард, я бы сюда не попал. И не потому что дорого, а потому что сам бы я не нашел эту локацию. А так позвонил в консьержсервис, рассказал о своих планах и мне помогли с организацией. Моя задача – только оплатить. Удобно. Спасибо, идем дальше. Зальцбург – это старинный аристократичный городок, который уютно уместился на двух берегах реки Зальцах по соседству с Альпами. По правую руку Альпы. По левую руку Альпы. Впереди, по всей видимости, тоже Альпы. Если туристу выпали 100 долларов, то до альпийских вершин ему, увы, не дотянуться. Самый дешевый тур в горы из Зальцбурга стоит аж 70 евро. Поэтому мой план такой – исследовать все, что можно у подножия Альп. Так что, Зальцбург, давай знакомиться ближе. Боже, какой фонтан! Это просто фантастика! Тысячу лет назад в Зальцбурге крутились все деньги Европы, когда здесь добывали соль, которую в те времена считали белым золотом. На соли Зальцбург обогатился и теперь восхищает туристов своими изящными фонтанами, старинными часовнями, помпезными соборами и вычурными кованными вывесками. А вот смотрите, еще одно архитектурное чудо Зальцбурга – самый маленький дом Австрии. Пойдем, я тебе покажу. Так, ширина этого великолепия! Ну вот там сверху еще уже. Примерно один метр. Один мой шаг! Кто вообще додумался построить такой узкий дом? Рассказываю. Однажды один чувак влюбился в барышню. Барышня была дочерью кондитера. И вот, собственно, кондитерская ее отца. У парня совершенно не было денег, он был на мели, у него не было даже собственного жилья. Но он так мечтал покорить ее сердце, что как смог построил такой маленький домишко. В итоге отец все равно не отдал дочь за него. Но теперь мы с вами можем лицезреть самый маленький дом в Зальцбурге. Вот он. Вальтер, а далеко до смотровой нагроз Глёкнах? По дороге еще минут 40-50. 40-50 минут? Может как-то с горой договоримся? Хорошо, есть тут экскурсия для очень богатых и для тех, кто очень торопится. Как вы там делали? Вау. Приятного вам полета желаю. Благодарю. Полетели, окуните меня в красотищу как следует. Только с высоты орлиного полета можно понять все величие и безупречность Альп. Смотришь и понимаешь, эти каменные стражи – главное чудо Европы. Альпы расположены на территории восьми европейских стран. Франция, Италия, Швейцария, Германия, Лихтенштейн, Словения, Монако и, наконец, Австрия. Но, говорят, именно тут самые живописные Альпы. Австрия, как всегда, отхватила все самое лучшее. Полное ощущение, что я попал на вечеринку гор супермоделей, потому что одна другой крашим. Одни в зеленом, бархатном одеянии, а другие припудрены снегом. Австрийские Альпы – это живописное убежище для 20 миллионов туристов, которые приезжают сюда круглый год. Летом, чтобы отправиться в трекинг или отдохнуть в деревушке у горного озера. А зимой, чтобы прокатиться по идеальным горнолыжным спускам. В австрийских Альпах больше семи тысяч километров первоклассных трасс. И это еще не все, ради чего туристы сюда приезжают. Не секрет, что сюда приезжают со всего мира подышать знаменитым альпийским воздухом. Я решил надышаться самым свежим. Я тут вас немножко проветрю. Да что вы знаете о микро-проветривании? А кого у нас не стало? Успевайте вас не кистить от этими невероятными с толщим бавящими пересажками. Ура! 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 Зальцбург это родина великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Музыку, которую вы сейчас слышите, написал он. Ну, собственно, здесь все говорит о том, что Зальцбург – это город Моцарта. Памятник Моцарт, площадь Моцарта, университет Моцарта, дом, где жил Моцарт, фестиваль Моцарта. А вот здесь по вечерам звучит музыка Моцарта. Тридцать восемь или сорок два евро, спасибо. Я иду дальше. В этом городе даже конфеты в честь Моцарта. И сейчас я пришла в старинную кондитерскую и буду пробовать конфетки из марципана. Такие кругленькие, оригинальные конфеты, которые создал Пауль Фюрст через сто лет после смерти Моцарта. Мне уже не терпится, я обожаю сладкое. Конфеты Моцарт, или как их здесь называют Моцарт Кугель, это сладкое чудо Австрии. Кондитер Пауль Фюрст не прогадал, назвав свои конфеты в честь знаменитого земляка. Потому что конфеты молниеносно стали таять с прилавков. Недешевое удовольствие. Одна конфетка стоит евро пятьдесят. Но на самом деле в магазинах они стоят еще дороже. При том, что в магазинах они могут быть не оригинальные. А здесь, именно в этом месте их делают вручную. И там марципанчик. Самая известная конфета Европы – это ореховая нуга в оболочке из черного шоколада с начинкой из фисташкового марципана. О, ребята, как вкусно. При том, что я вообще не любитель марципана. Но этот марципан, он фисташковый, он вообще другой. Он такой нежный. Конечно, евро пятьдесят за вот эту бусинку. Ладно, еще куплю Антону. Мда, веселуха. Ищу, так сказать, варианты для того, чтобы переночевать. И это даже не гостиницы. Я смотрю австрийские хостелы. 62 евро за ночь, 51, да, 96. Это очень дорого. Но, ребята, не сдаемся. Есть такой австрийский лайфхак – пожить на ферме. И вы представляете, в Австрии у фермеров даже есть свой сайт. И цены здесь значительно ниже. То есть раньше они вообще практиковали такую историю, что ты к ним приезжаешь, трудяжешь у них, косишь луга или доешь корову, а они тебе бесплатно предоставляют койку. Ну такие бартерные взаимоотношения. Сейчас они, конечно, уже берут за это деньги. Но это не такие запредельные цены, как в самом Зальцбурге. Поэтому еду к коровам ближе к Альпам. Турист со 100 долларами может переночевать на ферме в деревне Верфенвенг за 25 евро. Чтобы туда добраться, нужно сначала доехать за 9 евро на поезде до коммуны Верфен, и потом еще проехаться на автобусе за 2,5 евро. Да, на всю дорогу туда и обратно уйдет аж 23 евро. Но все равно получится дешевле, чем жить в Зальцбурге. Я уже пару минут смотрю на домиках, плотно окруженный лесами. Вот под днем пожить. Как там учил волшебник Вальтер? Ладно, просто заплачу деньги. Биттежон, мэн хэр. Данкешон. По хотению и велению миллионера, его вертолет может приземлиться на лужайке возле самого нового отеля в австрийских Альпах – Лесе Хотел. Здесь богач может поселиться в самом дорогом номере за 430 евро. Или арендовать весь отель для себя одного за 5600 евро в сутки. Да, с виду отель похож на многоэтажную избушку в горах. Но поверьте, в таком отеле «Орел и решка» еще не чекинилась. Ох, как гениально и просто. Люстра из книг. Фантастика. Это единственный в мире отель-библиотека и его концепция – тишина это роскошь. А знаете почему? Потому что тишина должна быть в библиотеке. Кстати, в этом отеле 10 тысяч книг. Это будет очень долгий обзор. Главная идея отеля-библиотеки, чтобы постоялец ушел в оффлайн. Забыл про инстаграм, тикток и взял в руки книгу. Объясню нашим юным зрителям. Книга – это то, с чем проводили досуг до появления интернета и странички Насте Ивлеевой. И здесь созданы максимально комфортные условия для того, чтобы чтение было в радость. Вуаля, как раз на 10 страничек хватит. Олеж, извини, только начал. О, дочитал. Вручную кладь возьму. Если богач арендовал весь отель, он может жить в любом из 20 номеров. Но мы с безлимитной картой традиции не изменяем и будем жить в самом дорогом. Мать моя Улиса до конца дочитала. В каждом номере отеля-библиотеки, угадайте что? Своя библиотека. Да ладно. Как продумано все. Если прочитал какой-нибудь плохонький, дешевенький бульварный роман, всегда можно отмыться. А вот сейчас проверка. Но вы же понимаете, что каждый уважающий себя человек, если он уже дочитал освежитель для воздуха… должен иметь в туалете книгу. И как иронично, что тут это Марсель Пруст в поисках утраченного времени. Да на этой кровати вдвоем с любимой девушкой можно столько всего перечитать. Но знаете, даже если вы книголюб и проглатываете книгу одну за другой, есть кое-что, что отвлечет вас от чтения. Точно. Вот это обложка. Настоящий бестселлер. Через полтора часа я приехала в альпийскую деревню Верфенвинг. Я не знаю, как передать этот кайф. Здесь так умиротворенно, вообще никого нет. Горы, луга, причем они такие не дикие, а облагороженные, все так ровненько скошено. Такие цвета, небо голубое. Я никогда не видела таких красот. И это как бы ферма, типа это деревня. Верфенвинг – это тихий блаженный край, в котором живет восемьсот восемьдесят четыре счастливчика. Вы только посмотрите, как уютно умастились домики в долине между гор. Кажется, именно на этих лугах снимали рекламу альпийского шоколада. Какие красивульки пасутся. Но я бы тоже не отказалась родиться коровой в этой жизни, если вот именно здесь я готова. Иду к подругам. Они, конечно, такие все толстые. О, молоко! Огромные коровы, я таких никогда не видела. Но красивые! Атмосфера потрясающая. Такое ощущение, что эта местность просто берет тебя на ручки и начинает вот так вот тебя подбрасывать в облака. А вот и мой домик в облаках. Привет! 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 Мария! Меня зовут Анфиса! Мария – хозяйка коровьей фермы и гостевого дома, где останавливаются туристы. Я увидела твою домик на интернет. Я знаю, что здесь есть, чтобы жить здесь. Если я сделаю какие-то работы, то я сделаю милкин кау. Это возможно, да? Это возможно, но в доме нет места. У меня есть маленькое домо. Так это еще лучше, ближе к горам буду жить. Конечно, я согласна. Так как свободных комнат в гостевом доме не осталось, Мария предложила мне переночевать в их с мужем бывшем домике за символическую по австрийским меркам плату – 24 евро. Ой, так деревом пахнет тут. Свежак. Смесь альпийского воздуха, древесины и травянистых лугов – это что-то с чем-то. Я как будто в сказку попала. О, печь! Печка есть, не замерзнем. Все-таки в горах климат очень переменчивый. Спальня. Все, что нужно. Кровать, тулочка. Маленькое оконце со шторками. Говорят, в Австрии можно пить воду прямо из-под крана. Она чистейшая. Чтобы вы понимали, австрийцы вообще не покупают воду в бутылках. А зачем, если из крана течет минеральная вода из высокогорных альпийских источников? Вкусненькая. Ох, жизнь австрийской селянки. Я хоть и бедная туристка, в итоге владею целым домом. Ну и как завещала Зайцев, бесплатные отписки воздуха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, на 100 долларов в Австрии вы можете так погулять. В основном пешком и с отдышкой, но хватит на пару подъемников. Поэтому бегом искать клад от Орла и Решки. Он спрятан рядом с отелем Лес и Хотел. Пройдите от отеля 280 метров по тропинке в лес, сверните налево и ищите бутылку со 100 долларами под камнем. Дамын и хэрэн, фиэль глюк! Как же все-таки мелодично звучат детские сказки на языке оригинала. Музыка для ушей. Под такое и засыпать сладко. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ой-ой-ой! Да, не жара, конечно, в Альпах. Как уснуть-то в такой халадрыге? Ладно. Буду коров считать. Раз буренка, два буренка, три буренка. Почитал тут вчера, что Зигмунд Фрейд именно в Австрии за чашечкой кофе вот так придумал свою знаменитую теорию психоанализа. Читал его полночи, и под утро снились какие-то баклажаны, багеты, микрофоны, высокие здания. Не знаю, что это вообще значит. Ладно, пора бежать, а то солнце встает. И мне еще покорять высокую-высокую вершину. День альпийских фермеров начинается в 6 утра. Мужчины косят траву, а женщины кормят коров сеном. Для местных – это обычная повседневная жизнь, а для туристов – настоящий колорит. Какой хорошенький! Четырнадцать дней ему всего. Какой мягенький, малышулька. После плотного завтрака коровок доят. Ого, а я думала вручную, тут целые какие-то аппараты. Фермы в Альпах идут в ногу со временем. Коров доят не люди, а специальные аппараты с вакуумными присосками. Всего за пять минут такой аппарат может выдоить из одной коровы 15 литров молока. Но если есть желание, коровку можно подоить и по старинке. Да, я хочу руками попробовать. Ну, ребят, на ваших глазах сейчас рождается доярка в моем лице. Вааа, бьется молоко. Тебе не больно? Такие теплые соски. Ооо, прям перебором таким пам и пошел пам 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 пам. Ну уже вот как бы надоют, а? За вас. Ой, какое вкусное, настоящее молоко, а не химозное вот это вот в пакетах, магазинах. Прям ммм. Главное развлечение в австрийских Альпах и зимой и летом это альпинизм. И если у тебя есть 500 евро, ты можешь пройти самый экстремальный горный маршрут. Виа Феррата. И залезть чуть ли не на самую крышу чудо света. На гору Донер Когель. Маршрут Виа Феррата только для бывалых альпинистов. Поэтому за каждым моим шагом будет следить персональный инструктор. Что мы имеем? Высота 2054 метра. Высота подъема 470 метров. Время подъема 3 часа. Но это не точно. Сложность подъема пугающая. Цель – достичь знаменитой лестницы в небеса и по возможности дожить до безбедной старости. Чтобы покорить вершину Донер Когель, нужно подняться по лестнице, которая висит над пропастью. На высоте 2000 метров. Это самое адреналиновое развлечение в австрийских Альпах. Погнали. Слабоумие и отвага. Так, сложности начались уже на этой стадии. Человек-паук, приезжай сюда. Сдох бы тут. Я понимаю, что это всегда очень страшно смотреть вниз и добавляет экстрима и ненужного адреналина. Но здесь, в Альпах, это все же делать иногда стоит. Потому что внизу открываются сногсшибательные виды. Посмотрите, запомните, а уже потом можно разрыдаться. Когда ты вскарабкался на высоту 2014 метров, тебя встречает она. Адская лестница в небеса. Это будет как минимум запоминающимся. Погнали. Погнали. Сейчас уже страшно. Если будете экономить в австрийских Альпах также кофья, на второй день останутся деньги на еще одно местное чудо. Я на точке, но это только начало. Потому что сейчас я планирую посетить одну из самых знаменитых в мире ледяных пещер. И называется она Айс Ризенбельт. Высоко-высоко и глубоко-глубоко в горе Хох-Когель скрывается самая большая ледяная пещера в мире. Настоящий дворец снежной королевы. Маршрут разрисован. Я тут. 20 минут пешком. А потом за 3 минуты можно подняться на фуникулёре за 20 евро. Но есть вариант пойти пешком вместо подъемника. У меня же есть бесплатные ноги. И это 90 минут. Значит это 20-90-20. Два часа пешком. Серьезно? Трекинг Айс Ризенбельт. Я иду. Без подъемника билет в пещеру стоит 11 евро. Страсти накаляются. Другое дело. К пещере мечты. Втопило, втопило, втопило. Почти. Раз, два, три, четыре. Оп. Раз, два, три, четыре. И с вами я. Потная подмышка. Альпийская отдышка. Всем привет. С вами Австрия Радикулит ТВ и передача «Потная, но счастливая». Я ее ведущая. Анфиса, стертая нога черных. Стертая пятка, точнее. Нормально. Все равно в эфир не выйдет эта передача никогда в жизни. Людям нужно счастье в кадре, а не вот это вот все. Уже страшно. Да вы меня тут за экстремалы чертова держите. Это, конечно, сумасшедше красиво и просто сумасшедше экстремально. Лестница на вершину Донеркогель – это 40 метров ужаса. На первый взгляд кажется, что она держится на соплях. И ты любой момент можешь сорваться в ущелье. Но это я смелый спортивный красавчик с обостренным чувством прекрасного, к тому же еще и скромный. А многие люди на этой лестнице ловят настоящую паническую атаку. Это когда ты весь покрываешься холодным потом. Ты не можешь сделать ни шагу, ни вверх, ни вниз. И просто как мраморная статуя застываешь на месте. И тогда выход только один – нужно вызывать спасательный вертолет. Но это стоит полторы тысячи евро. Подняться по 40-метровой лестнице в небеса. Сделано! Уху! Скажу честно, никакой полет на вертолете не сравнится с тем, когда ты сам своими руками и ногами карабкаешься на крышу австрийских альп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже если вы не очень любите горы, стопроцентно, тысячепроцентно вы должны сюда прийти. Это местами страшно, местами сложно, местами абсолютно пугающе, но всегда безумно красиво. И вы знаете, у вас точно закружит голову. И не от высоты, а от невероятных головокружительных видов. Вон она! Не верится. Вот она пещера Айс-Ризенвельт виднеется. Могущественная. Я до тебя так долго шла! Осталось еще чуть-чуть и я там. Слушайте, ну прям веет холодом уже отсюда. Я была сейчас в такой жаре, а тут настоящая зима. На меня прям холодный воздух дует. Надо одеваться. Я готова. Это я еще даже не вошла глубоко вовнутрь. Ну все, я готова теперь точно. Это какое-то просто царство снежной королевы. Пещера Айс-Ризенвельт – самая большая в мире ледяная пещера. Только вдумайтесь, длина ее ледяных лабиринтов – 42 километра. И то не факт, что Айс-Ризенвельт до конца изучена. Туристов пускают только на первый километр пещеры. Несмотря на то, что температура в пещере круглый год держится 0 градусов, австрийцы долгое время верили, что это вход в ад. И боялись заходить в пещеру. Но 140 лет назад нашелся смельчак, который начал ее исследовать и открыл миру ледяное чудо света. Я никогда не видела, чтобы так красиво замерзал лед. Это просто произведение искусства какое-то. Ох! Этому льду миллионы лет. С альпийских вершин сползал подтаявший снег, скапливался в пещере, таял и постепенно превращался в лед. Эта пещера такая огромная, она похожа на жерло леденящего дьявола. Но этот дьявол такой манящий и завораживающий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У-у-у! Игорь, давай! Выходи! Это было невероятно. Я как будто бы побывала в другом мире, в другом измерении. В какой-то просто ледяной келье. Снежной королевы. Уходим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Если б существовал конкурс на лучшие Альпы, австрийские покорили бы жюри своей миловидностью. Фантастика. Своей скромностью и леденящим холодом, который растапливает сердца. Царство снежной королевы. И даже если б австрийские Альпы не взяли главный приз, они точно бы выиграли приз зрительских симпатий. У-у-у! Окуните меня в красотищу как следует. Еду Антоном. Еще один способ красиво умереть. Пам и пошло. Пам. Парам-пам-пам. Вот это обложка настоящей бесцельной. О-о-о! Пойдем, я тебе покажу. Я вас немножко проветрю. Я никогда не видела таких красот. Вот такая вот она, твоя светлая страна. Ой, Тоха-тоха, без тебя девчонкам плохо. Шалом, как говорим мы, австрийцы. Давай ты. А чего руки мокрые? Это лед. Как дела? Он тает. Как дела? Как впечатления? Настроения? Мысли? Эмоции? Все радостно? Все хорошо? Да, как дела? Слушай, ну ты как кай, ты какой-то неразговорчивый. Я была в ледяной пещере. И как это ни странно, она растопила мое сердце. Может тебе тоже что-то надо? Я поднимался наверх и очень согрелся. Ну пойдем в ледяную еще раз сходим. Я тебе покажу. Там правда тает лед. Все во льдах. А, да, друзья, до встречи на следующем чуде света. Мы с тобой как Моцарт и Сальгери. Почему это мы с тобой? Ну как, смотри, я пишу гениальные вещи, ты хочешь меня отравить. А, да, это правда. Это какой-то симбиоз. Это правда.